на финском, на датском, Поршнев, Баянов, Бурцев и вот как бы снизошел, чтобы прокомментировать эту книгу вот что касается Заны если есть у вас добавление, пожалуйста, Александр Иванович я спросил, вы вспомните, у вас есть листочек старый антропометрические данные по скелету, не черепу, а скелету, который Поршнев выкопал встаньте на это да ладно, ну что там вот, и этот листочек у вас в папочке хранился, вы его показывали дело в том, что у меня есть измерение антропологом зубовым он очень тщательно измерил этот череп, и женский череп Игорь, вы не слышите, я не о черепе говорю я говорю о скелете, который нашел Поршнев когда он пришел туда, ему эти местные сторожилы показали могилу вот Зана, он раскопал и нашел женщину 185, по-моему, если не ошибаюсь, там написано, значит, длина тела да, и он раскопал, лицевая часть раздавлена значит, он считал, что, Поршнев считал, что Занан неандерталка но тут человек явно не подходил под неандертальский он был рабустная дама такая, массивная то есть, не, но имеется в виду, что неандертальцы за это время могли стать... короче, он это отдал в грузинский институт потом отдали в Москву сюда и хит говорит, я знаю человек, который этот скелет выбросил в помойку вот я о чем вам говорю ну, не исключено, что... я думаю, что... а у вас антрополог не осталось но грузинский антрополог Абдушелишвили у меня есть его рисунок, он сделал реконструкцию лица там не один был раскопан скелет, а второй тоже был может быть, по второму первая часть раздавлена она не раздавлена была, она была разбита лопатой когда раскапывали, лопатой разбита лицевую часть а что можно сказать? ну, если все разбито собрать остолочки, склеить, посмотреть ну, что можно сказать? просто если его в помойку выкинули, это уже ничего не скажешь вот такое впечатление, что Зану выкинули в помойку просто реально не знаю, посмотрим ну, а что смотреть, то уже нечего смотреть Почему? А если говорят, что вот у этого черепа родственная, это родственная череп? Но это не родственник, Игорь Дмитриевич, это не родственник, это не гроид, а тот, ну какой это родственник? Ну может быть, я не могу на 100%... Ну Игорь Дмитриевич, ну зачем родственник, ну не родственник? Нет, я говорю о том, что три генетика исследовали этот череп, два сказали, что это родственные черепа, один сказал, что нет между ними связи. Пока еще очень велик субъективизм в этих решениях, в выводах генетиков. Подождем, что скажет Том Гилберт из Дании, подождем другие, что скажут. Вот я так к этому отношусь, я не могу сейчас сказать на 100%, что это не она или это она. Игорь Дмитриевич, я прошу вас, найдите этот листочек, он тропометрический, один листочек, у вас в папочке лежит. Прямо вот, можно заму там реконструировать по антропометрии, по параметрам, которые были сняты. А я ничего-нибудь уже лежу, сколько наедите. У меня архивы очень обширные, надо их разбирать, на это время нужно, я не могу просто, у меня не хватает рук. Ну зама стоит того, чтобы забраться. Ну будем разбираться. Все, спасибо за внимание. А, больше никто ничего не хочет добавить к этому поводу. Я бы добавил, но вы будете возмущаться. Ну что ж, не будем возмущаться. Такова наша доля, что мы не согласны. Которая, так сказать, в этой легенде существует, она, в общем-то, человек. Мокрый какой-то малайце или там африканец, астралоид, попасть теоретически в эти места. Ну мало ли как жизнь складывается. Куда-то перевезли, захватили, врагу не сбежала. Это, в общем, вполне может быть то, что у нее элементы астралоидности какие-то есть. Это может так и есть. Ну какое-то отношение к Лешевой Георгии. Так, вот я, еще вы меня сразу натолкнули на мысль, на меня глядите. Дело в том, что вот в 2015 году я поехал, да, вот генетики мне сказали, что важно исследовать потомков по дочерней линии, по женской линии. Вот Хвид, сын был Заны, и Джонда был сын. И их потомки уже как бы по сыновней линии, это очень трудно там восстановить генетику. А вот если вы найдете по линии дочери Заны, то это гораздо упрощает задачу. И вот я искал как раз двух женщин, которые умерли, это были дочери Заны, то есть внучки Заны по женской линии. И там такой человек, Бгамба, значит, Александр Бгамба, он меня вывел на это место, мы с ним поехали. Он показал, где были захоронены эти две дочки, в Меркулах, в Абхазии есть такое место, но оно по местному называется Моркуа, по-русски называют это Меркулы. И он показал, где они захоронены. Между ними, между их захоронениями, там расстояние где-то метров 500, они в разных местах. Но там очень глухое такое место, там уже не сохранилось это кладбище. В принципе, можно найти эти захоронения. И что интересно, вот над могилой одной из них, которая пониже была, я обнаружил несколько строений вот этих вот конструкций, заломов, фигур. То есть не исключено, что до настоящего времени там эти самые существа обитают. Но их и видели. Особенно несколько очевидцев, у меня записано сообщение очевидцев. И в одном селе, в армянском селе, там в Абхазии я был, там рассказывали о случае наблюдения этих существ. В другом месте тоже, вот даже недалеко от Сухума, есть район Агудеры, а рядом там очень много армян живет. Они тоже видели. Был такой еще этот самый, сейчас фамилия его. Еще Байя Генриховна Быкова, первая, она меня вылила на это место. Я поехал туда и нашел очевидца русского, или у него украинская фамилия, сейчас я не помню, как она звучит. Вот, я с ним встречался, он сам лично видел это существо. Там из кукурузы выходила волосатая дикая женщина, так. То есть такие сообщения до настоящего времени там существуют, что там их наблюдают. Ну и совсем недалеко, в районе Сочи, вот недавно даже следы сняли, там видели эти существа. Так что, конечно, может быть, ну я не могу сказать, что это может быть какой-то малаяц, который в лесу живет, вдруг его поймали, приручили, начали с ним жить там и так далее. В ограде он жил, извините, это вообще сказка для детей, а не для взрослых. Так что, это не может быть какой-то там малаяц, который попал в местном охотнике. Вот у нас Кушкин, потом это сделал, что там какого-то. Ну что мы сейчас будем какие-то аналогии проводить? Погодите, погодите. Можно сколько угодно аналогии проводить. Нет, исключать того, что туда случайно попал, так сказать, какой-то австралоид, нельзя. Это раз. Вот, одно самое главное, другое. Ну какое имеет нам значение эта история Зана, если это человек, у него прекрасное человеческое потомство, это не может быть наш, так сказать, объект поиска Лешего, понимаете? Да у него более у него сверхчеловеческие способности. Нет, не у всех. Вы никак не хотите это признать. Нет, это вы не хотите признать, что если вы посмотрите, например, описание там Леонтьева, там это. Ну, вы же помните. Я не буду спорить. Ну, а ну что спорить, потому что сказать нечего. Это обычный человек. Ну, если вам так нравится, пожалуйста, путь будет обычный человек. Если это неандертальцы, то... Ну, как я неандертальцы? Все неандертальцы, чей, как у нас, ничем не отличаются. Как он неандертальцы? Ну, особенно, это мелочи. Я не знаю, ну что мы сейчас спорим, о чем неизвестно. Давайте посмотрим, что скажет генетический анализ. Вот единственное. Ну, вот, есть фольклор говорит, что у них даже потомки одних есть. Это нельзя проверить. Это настолько все сходится одно с другим. Нет, ну, вот потомки. На обычные люди. Это подвиды даже. Если даже виды, это как эти самые волки и эти, как они... Собаки. Нет, меньшие там, я всем это должен назвать. Подвид популяции. Нет, в Америке эти, как они называют? Койоты. А? Койоты. Койоты. Волки и койоты. Вот это разница между нами, с некоторым человеком появляется. Они все скрещиваются и потомство... И даже белые медведи и бурые скрещиваются. Что там говорить? Да, вообще логично. Потому что, если скрещивание идет, то это близкородственные люди. Конечно, близкородственные люди. Если у них плодоид и потомство. А то, что они... А если они стали жить в природе, им нужны были волосы, мы покрыли... Я считаю, все дальнейшее обсуждение, это просто борьба мнений. Но ни на чем не основано. Все, давайте на этом закончим. Да, давайте. Может, от Рейгера что-нибудь можно рассказать? Я сначала не от Рейгера... Все.